На уроках Нина Сатурова готовит 11-классника Константина к сдаче ЕГЭ по математике. После занятий они меняются, и уже педагог начинает обучаться программам, необходимым для занятий онлайн. Обучались в пределах необходимости программы, где-то презентацию скачать, где-то ее сделать, где-то показать. А теперь да, вот глубже, конечно, плюсы есть, кто спорит. Мы глубже теперь познаем вот этот дискорд, этот зум, то есть вот нужда заставляет. Пока основной учитель информатики ведет уроки в онлайне, Костя обслуживает школьные компьютеры. Он участник школьных, районных и всероссийских олимпиад по информатике. Из своих наиболее значимых достижений я могу сказать победу в 7-м классе в высшей пробе по информатике по материалам 9-го класса. В очном формате в школе занимаются ученики начальных и 9-х классов. Они готовятся к сдаче ОГЭ. В кабинетах математики после перемены заходят учащиеся 5-го класса. Нина Сатурова проходит с ними дроби. 9 – это числитель, 20 – знаменатель. 9 показывает, сколько нужно взять, 20 показывает, насколько нужно разделить. Пандемия стала стимулом для математика изучать новое. Тем не менее, признается педагог, она привыкла видеть глаза учеников. По ним сразу видно, кто освоил новую тему, а кому надо уделить больше времени. Безусловно, у классической формы образования больше плюсов, а советская база до сих пор считается одной из лучших в мире. Она такой и остается. Меняется только форма подачи. Это, можно сказать, преемственность. Только теперь вместо мелков – стилусы, а вместо обычных классных занятий – онлайн-уроки. В Белазской школе в этом году открыли два новых кабинета «Точки роста». Это центры цифрового и гуманитарного профилей, которые открываются по всей стране в сельских школах. Школа у нас является одной из крупных сельских школ района, вернее, самая крупная сельская школа. В том числе мы являемся единственной средней сельской школой нашего городского округа. В этом учебном году у нас учатся 220 учеников с 1 по 11 класс. Сейчас в школе ждут появления высокоскоростного интернета. Его обещают провести до начала третьей четверти. Это значит, что после того, как закончатся зимние каникулы, учителя смогут вести онлайн-уроки с хорошим качеством картинки. Олег Лавров, Владимир Гайдай. Время новостей.